Дорогие друзья, дорогие братья и сёстры, шалом алейхем! На этой неделе весь израильский мир, еврейский мир, который посещает синагоги, изучает священное писание, читает недельную главу, которая называется «Шлах». Собственно говоря, это отрывок из пятикнижия Моисеева «Тары», которая находится в книге чисел, Сефирбамидбар, как мы её называем, начиная с 13 главы. Для начала я хочу вместе с вами прочитать, и вы можете по своим Библиям следить за мной. «И сказал Господь Моисею, говоря, пошли от себя людей, чтобы они высмотрели землю ханаанскую, которую я даю сынам израилевым, по одному человеку от колена отцов их пошлите главных из них». На что обращают внимание при чтении этой недельной главы? Ну, в первую очередь речь идёт, как вы понимаете, о том, что Моисей посылает 12, как их в русской Библии называют, соглядатаев, мираглиим на иврите, чтобы они посмотрели землю обетованную, землю, которую Бог обещал Аврааму Ицхаку Якову, землю, которую Бог обещал Моисею и еврейскому народу. Результатом этого похода стал бунт. Бунт, который был обращён на Моисея, на Бога, бунт, который привёл к тому, что многие люди плакали и рыдали. Бог хотел уничтожить еврейский народ, и это очень интересный момент, который мы ещё упомянём. И сказал Моисею, что он от него произведёт новый народ, но Моисей заступился, и таким образом народ израильский продолжил существовать. На следующий день люди раскаялись, и даже была предпринята в дальнейшем попытка войти в землю обетованную, несмотря на то, что Бог уже сказал, что не входите, ибо будете 40 лет гулять по пустыне. И, естественно, эта попытка без Бога оказалась совершенно неудачной. Результатом народ израильский получил 40 лет хождения по пустыне. В конце недельной главы речь идёт о том, первый описанный случай, когда народ Израиля не соблёл шаббат, и был человек, который нарушил шаббат, за что он был наказан. И заповедь цицит, как в русской Библии называются, кисточки. Это последняя часть нашей недельной главы. Есть два момента, на которые я сегодня хочу вместе с вами обратить внимание. Прежде всего, на то, как написано, и мы с вами прочитали об этом, когда Бог сказал Моисею «пошли». В русской Библии написано «от себя». Это не совсем точно. Если бы переводил я, например, то я бы, наверное, сказал «пошли себе». Интересно, что вот эта формулировка «пошли себе», «леха», как это звучит на иврите, встречается на страницах Священного Писания неоднократно. Например, когда Бог говорит Аврааму «пойди в землю», это начало 12 главы книги Бытия, то мы там тоже находим «лех-леха». Собственно говоря, та недельная глава так и называется «лех-леха». Раввины, толкователи видят в этом намек на то, что вот это действие, к которому Бог призывает Моисея, и тогда Авраама, и сейчас Моисея, оно нужно прежде всего тем людям, которые будут действовать. То есть это нужно было Аврааму, это нужно сейчас Моисею. И действительно, если задуматься, на самом деле Богу-то не нужна вот эта проверка земли. Он и так знает землю, в которую он ведет свой народ. Это нужно людям. Кстати, здесь видится и намек на то, что сам Моисей, он, собственно, тоже в какой-то степени заразился маловерием, которое было присуще еврейскому народу в те времена, ибо он, понимая, видимо, что люди сильно переживают, принимает решение, хотя Бог ему уже говорил, что эту землю он отдаст еврейскому народу, принимает решение все-таки послать туда людей. Следующий момент, на который я хочу обратить ваше внимание, что посылаются непростые люди. Интересно, что в русской Библии написано главных из них. Это, в принципе, вполне легитимный перевод. В еврейском языке это, в принципе, князья или главы колен. То есть это статус определенный. За каждым из них колено. И Бог говорит, пошли эти таковых людей. И это немножко странно. Почему? Потому что посылать людей, которые не являются профессионалами в деле, то есть если бы я, например, посылал саглядатаев, каких-то разведчиков, то я прежде всего выбрал бы людей, которые являются профессионалами в этой области. Бог же заранее говорит о людях, которые, может быть, не столь профессиональны, но они, во-первых, обладают авторитетом, каждый в своем колене, и это безусловно. А во-вторых, это люди, которые несут ответственность за свои колена. То есть решения, которые они должны будут принять, а безусловно Бог знал, какое решение они примут, это будет, по сути, решением всего колена, а не только одного какого-то отдельного человека. И мы с вами знаем, что эти люди пошли, они посмотрели землю, они возвращаются к Моисею, и в их глазах, и они так говорят об этом народу, и потом народ, собственно, высказывает эту претензию к Моисею, что все плохо. Десять из двенадцати дают такую оценку этой земле. Интересно, что если мы читаем, когда отчитываются посланники перед народом, они используют такие слова про людей, живущих там, что они сыновья анаковые, они великаны, а мы перед ними муравьи. То есть, на самом деле, это очень странно, потому что эти люди сорок дней, достаточное число времени, ходили по земле обетованной, но все, что они нашли сказать, это про людей, которые здесь живут, гигантов. Моисей-то их просил, собственно, узнать, что здесь есть, что здесь произрастает, на что можно рассчитывать. Они же увидели только это. Но у страха глаза велики, как известно, что их напугало, к тому они и пришли. И если бы мы с вами прочитали 14 главу, начало 14 главы, то бы мы увидели, что результатом этой информации было то, что люди плакали и рыдали. Талмуд дает немножко больше информации. Там описывается так достаточно красочно. Я отношусь к Талмуду как в вспомогательной литературе, вполне полезной иногда для использования. И там есть такая картина, например, как женщина приносит ребенка к Моисею и говорит, вот смотри, сынок, это человек, из-за которого ты погибнешь. В общем, достаточно глубокая скорбь. Описано в Священном Писании, в еврейском языке написано, что они и боялись, и плакали, и даже жаловались. И это привело к тому, что вызвало реакцию со стороны Бога. И Господь сказал им, вместо того, чтобы войти в землю обетованную, Израиль будет 40 лет ходить по пустыне. По одному году за каждый день, что ходили эти 12. Конечно, это было проявлением маловерия. В еврейском языке есть такое хосер имуна, недостатка веры в Израиле. Результатом этого стало не только хождение по пустыне 9 ава, а по подсчетам еврейских мудрецов, это произошло именно 9 числа в месяце ав, в еврейском календаре. 9 ава стал одним из самых черных дней в истории еврейского народа. И в Талмуде есть еще такая мысль, что Бог говорит Израилю, что раз вы сейчас в этот день плакали напрасно, то дальше на протяжении вашей истории вы будете в этот день плакать по делу. Что намекает, собственно говоря, на то, что в дальнейшем, именно в этот день, ну достаточно, наверное, будет сказать, что оба храма были разрушены именно 9 ава. Очень многие погромы и другие антисемитские нападки на Израиль начинались именно 9 ава. Если брать неделю до и неделю после, как бы их увязывают, то там вообще практически все самые тяжелые черные дни происходили тогда. Что я могу сказать, и мы должны это понимать, что многие плохие вещи в нашей жизни, они происходят из-за того, что нам не хватает веры. Но это, наверное, и многие из вас могли бы сказать мне. Но вот на что я хочу обратить внимание. Если мы говорим об Израиле, то вообще очень многие проблемы в жизни еврейского народа были результатом тех действий, которые мы совершили. 9 ава, о чем мы прочитали, и из новейшей истории можно сказать, например, что когда в 67 году Израиль вполне легитимно захватил большую часть территории, победив в войне, и в том числе захватив Иерусалим, Израилю предлагали, и была такая идея захватить храмовую гору. На тот момент человек, который всем этим руководил по имени Маше Даян, генерал и министр израильский, не захотел это делать. Он сказал, нам этот Ватикан здесь не нужен. И сегодня уже на протяжении многих и многих лет это место, храмовая гора, как, может быть, многие из вас знают, является камнем преткновения в жизни еврейского народа. Она юридически принадлежит Иордании. И, в общем-то, еврею и христианину подняться туда для того, чтобы помолиться. Ну, это запрещено. И вплоть до под страхом смертной казни. Ибо были прецеденты, когда людей за молитву на храмовой горе убивали мусульмане. В жизни каждого человека такое случается. Но на что я хочу обратить ваше внимание. Очень часто покаяние преподносится, как панацея от всех болезней. Я утрирую, понятно, это гипербола, как способ решения проблемы. И покаяние действительно нужно. И оно очень важно. И оно первостепенно важно. Но на что я хочу обратить ваше внимание, что в данном случае мы с вами читаем, несмотря на то, что Израиль потом раскаялся, им все равно не удалось войти в землю обетованную сразу. Почему? Потому что помимо раскаяния для каждого из нас еще необходимо извлечь из этого урок. То есть верить надо научиться. Доверять Богу надо научиться. И именно для этого и понадобилось. И все исследователи, раввины, еврейские исследователи, изучающие Тору, говорящие об этом событии, говорят, для чего нужно было 40 лет в пустыне. Ведь, по сути, в течение 40 лет Израиль все время воочию видел присутствие, явное присутствие Божие, встание. Для чего это нужно было? Для того, чтобы научиться верить. И сегодня нам очень часто с вами нужно не только покаяться, но и научиться. Научиться верить. Научиться тому, чему учит нас пример вот с этими 12, 10, если быть более точными, соглядатаями, которые только видели, что сынов анаковых, в глазах которых они были как муравьи. Бог смотрит на этот мир по-другому. У него есть другие инструменты. Он может все, когда я говорю все, это все абсолютно. Иногда он чего-то не делает по каким-то причинам. Иногда чего-то он ждет от нас. Иногда нам не хватает веры, чтобы принять и получить то, что он нам уготовал. Такое встречается довольно часто. Именно поэтому недельная глава называется шлах. Некоторые ее называют шлах лиха, потому что это как бы следующее слово лиха. Почему? Потому что это все прежде всего нужно нам самим. Только научившись доверять Богу, только научившись жить с Ним, только научившись понимать Его и Его намерения, да, и соответствовать этим намерениям, поступать так, как Он хочет, а не так, как хочется нам, только таким образом можно войти в Царствие Божие. Если мы действительно хотим войти в Царствие Божие, а я верю, что именно это наша конечная цель нашего жизненного пути, то то, что нам нужно, это доверие к Богу. И я надеюсь, на примере Израиля мы осознаем, что дело не только в том, чтобы мы раскаялись в своем грехе, дело в том, чтобы мы научились жить, доверяя Богу. И да благословит вас в этом Господь. Бащам еще, Машех. Амин.